Я благодарю за возможность. Сегодня пастор попросил меня поделиться то, что я рассказывала ему 31 числа. Когда я была в молитве, и Господь очень много вещей мне показывал, я не смогу всем поделиться сегодня, потому что не всему время именно сегодня. Но то, к чему я хочу вас призвать, да поможет Бог, чтобы вы услышали это в своем сердце. 31 числа, когда мы готовились к тому, чтобы встретить Новый год, самый лучший метод приготовки — это не оливье, который обычно люди готовят, особенно в нашем славянском обществе. Какое может быть Новый год без оливье? Но на самом деле, какой может быть встреча Нового года без молитвы? Кто-нибудь понимает, о чем я говорю? То есть, если ты входишь в Новый год, и у тебя нет разумения, ты не разобрался с чем-то в старом году, как ты можешь прожить Новый эффективный год. И вы знаете, когда я молилась, Бог показал мне некоторые вещи, которые очень сильно глубоко коснулись моего духа и моего сердца, и моей души. И это очень сильно меня изменило внутри. Изменило мою молитву. И я верю, что это Слово, оно относится не только лично ко мне. Когда я молилась о церкви, потому что я постоянно молюсь о церкви, это одна из самых важных и ответственностей, которые Бог дал мне. Это даже не проповедовать или вести ячейку. Это молиться о церкви. Потому что молитва, она приготовляет путь, к которому мы будем идти. И когда я молилась, Бог показал мне видение. Он часто дает мне вразумление, не все я понимаю сразу. Но в свое время Бог это объясняет. Это было то же самое видение, которое я видела ранее, где-то полгода назад. Я его приняла как-то в сердце, но я его не уразумела до конца. И когда оно повторилось в молитве, я увидела в видении, что я вхожу в здание церкви. И когда я зашла в здание церкви, я вижу, что одна часть стены, не то что вся стена, но огромная такая как бы стена разлобана. Часть стены, она просто ее нет, она лежит. Она не то, что вся как упала, но большое отверстие. И я очень сильно возмутилась в духе. Кто мог сделать этот вред? Потому что теперь можно и выходить, и заходить как бы извне. То есть как бы церковь, можно сказать, из-за этой стены это место не защищено. И я говорю, Господь, а что это значит? Внутри моего духа было сильное возмущение против этого. И Дух Святой начал говорить ко мне. Я говорил тебе ранее, что эта стена, эта стена молитвы, потому что церковь, это строение. И любая церковь, она строится на откровении. Это не просто собралось, несколько людей решили открыть церковь. Сам Иисус говорил Петру. Он не сказал, что я на Петре построю церковь. Если мы так понимали, то я думаю, что это неверно. Он не может строить духовное строение на человеке. Какой бы ты умный не был и какие бы у тебя не были глубокие откровения, на плоти не строится духовная церковь. Вы согласны с тем, что я говорю? Поэтому церковь всегда строится на откровении. Да, Бог использует человека, но для этого должно быть откровение, чтобы Бог повелел тебе это делать. И потом, как любое здание, то есть это откровение, оно является основанием церкви. А потом строятся стены. И в каждой церкви должно быть познание слова. Везде должна быть, этот дом должен быть домом молитвы. Я верю, что поклонение имеет огромнейшую часть также стены строения церкви, потому что это всегда держит наш фокус на Иисусе. поклонение мы переживаем Бога, и мы храним свое сердце, мы храним свое сердце от гордости. Поэтому дьявол всегда атакует церковь и атакует людей сном, мыслями во время прославления. Сразу какие-то идеи тебе приходят, чтобы только ты не поднимал руки и чтобы ты не поклонялся Богу. Потому что он знает, с гордостью сложнее всего бороться. Но те люди, которые по-настоящему чтят Господа, я не говорю, любят форму поклонения. Нет, по-настоящему поклоняются Господу. Их сердце никогда не будет в гордости. Это глубочайшее откровение, которое Бог дал мне много лет назад. Когда я просил Его Бог, дай мне секрет, как ходить в смирение. И Он сказал мне, Господу Богу Твоему поклоняйся, и Ему одному служи. Поэтому это очень-очень важно. И также четвертая стена это служение церкви. Это служение дарами. Это служение вне церкви. Потому что церковь это не закрытое общество. Церковь это строение Божие, которое должно иметь влияние на этот мир. И всегда крыша это Божье водительство. Это всегда Божье покровительство. Это Его присутствие, которое закрывает нас от этого мира и соединяет нас с небом. И вы знаете, драгоценные, я увидела, и Бог показал мне, и Он не только показал мне, Он дал мне сильное бремя об этом. И я пришла к пастырю, и я говорю, Витечка, драгоценный мой, у нас есть проблема. У нас стена молитвы, она не построена, она разрушена. Или ее разрушил дьявол, или просто мы перестали ее строить, но это проблема, потому что церковь не имеет той защиты, которая должно быть. Поэтому сегодня я здесь, чтобы обратиться к каждому из вас, к каждому из вас, драгоценные, от самого молодого до самого старшего. И я здесь, чтобы призвать вас. Церковь — это не просто здание. Церковь — это люди. И я думаю, что, почему это не вся стена? Но это была определенная какая-то проемина. Потому что есть часть людей из нас, которые по-настоящему молятся и ищут Господа. И мы по-настоящему молимся и ходатуйствуем за церковь. Но есть часть людей, которые не делают этого. И я хочу призвать вас сегодня именем Иисуса Христа. Я просто умоляю вас, чтобы вы поднялись в этом году, потому что Бог открыл мне, что этот год это год, когда Бог желает научить церковь молиться. Я говорю, Господь, а что, мы не умеем молиться? И Бог сказал мне, очень часто нет. Это то, что Он мне сказал. Если это к тебе не относится, ты можешь это не принимать. Но я верю. И ко мне я в себе это даже нашла. Бог говорит, мой народ, он ноет передо мной. Они не молятся, соответственно, моему слову. Они даже не знают, о чем молиться. Но я хочу научить мою церковь молиться. Я хочу снарядить мою церковь, чтобы их молитва, она доходила к моему престолу. И Он показал мне, многие трудности бы не пришли в мою семью, в эту церковь, если бы стена молитвы была защищена. Потому что очень часто, и не только очень часто, каждый день, прежде нежели мы встали, дьявол уже напланировал кучу планов, как разрушать наши жизни, а небеса даже никогда не отдыхали. Они строили планы, как благословить тебя. Поэтому даже если мы не видим или не ощущаем, все равно в духовном мире всегда идет война. И в твоей жизни побеждает то, что ты укрепляешь. Если в твоей жизни укреплена молитва, это не просто молитва, «Господи, помоги! Господи, благослови! Господи, выведи меня! Бог, дай мне просто финансы! Если мы не знаем, как молиться, дьявол имеет доступ в нашу жизнь приносить разрушения. И поэтому Бог желает в этом 2016 году научить нас, как церковь, молиться. Я приведу такой пример. Я не хочу, чтобы вы поднимали руки. Но ответьте сами себе. Только я очень прошу вас, ответьте честно. Вы заметили, что у нас, у людей, крещённых Духом Святым, что когда мы получили духовное крещение, очень часто мы заменили нашу молитву на зидание, молитву, которая строила бы нас всю молитвой Духа. Вы понимаете, о чём я говорю? Если вы проверите свою личную жизнь, вы увидите, что вы очень много молитесь на языках, но очень мало знаете, как молиться на своём родном языке. Кому-то это относится, то, что я говорю. Да, вы можете не поднимать руки, но я наблюдала за этим постоянно. И я увидела, что когда ты даёшь человеку микрофон, или даже дома, ты говоришь, давай молиться, мы не знаем, как долго молиться на нашем родном языке. Церковь, ну давайте будем честными. Мы можем всю жизнь ходить в церковь, всю жизнь слушать вдохновляющие проповеди, и в нашу жизнь никогда не придут перемены. И я здесь не для того, чтобы кого-то обвинять, потому что это прежде всего ко мне относится. Но когда Дух Святой начал это говорить в мою жизнь, я увидела, что мне легче молиться на языках. Мне даже легче пророчествовать, но молиться молитвой из Духа, правильной, угодной Богу молитвой на своём родном языке, это не так легко. То есть я не знаю, о чём молиться. Поэтому Бог желает нас, как церковь, научить нас молиться. Для чего? Потому что когда мы молимся в наших домах, как мы молимся на родном языке, так учатся молиться наши дети. Когда мы как лидер, как мы молимся на родном языке. О чём наша молитва? Так будут учиться наши ученики. Разве я не говорю правду? Если они слышат, только Господи, помоги. Господи, благослови. Господь, дай мне больше финансов, чтобы день хорошо прошёл. Вот точно так же будет и молиться наши ученики, наши дети. Но мы должны показать пример. Молитва на языках имеет огромнейшее значение. Но когда церковь собирается вместе, и мы молимся на языке, который мы можем понимать, что происходит через эту молитву, ты не только имеешь ответ с неба, но ты назидаешь самого себя и окружающих тебя. Я заметила, что каждый раз, когда я даю Духу Святому, и я прошу Его, Дух Святой, веди и учи меня, давай мой разум места Писания, которыми я должна молиться о церкви, о моём доме, о моей семье. И я начинаю это исповедовать. Это самые вдохновляющие молитвы, с которых я выхожу. Потому что, когда я молюсь, я слышу, что мой Дух, Он не просто вопиёт help, Он говорит, как будто бы нет никаких проблем. Когда я 31-го числа молилась, перед этим у нас был, ну как, я не могу сказать у нас, ну, наверное, у меня, за себя нужно говорить. У меня был нелёгкий сезон. Это был сложный сезон. И мы постоянно какие-то сезоны в своей жизни проходили. И я взыскала Господа, и я не слышала от Него слова. И я говорила, Господь, я вижу эту ситуацию вот так, вот так, вот так и вот так. И я о ней молилась. Но когда Божий Дух начал говорить ко мне, и места Писания должны начали приходить в мою разуме, я увидела, что Бог живёт совершенно на другой волне, что Он видит эту же самую ситуацию, которую я вижу как конец, а Он видит как начало. Понимаешь, когда ты возбуждаешь свой Дух, молиться на твоём родном языке, особенно, когда ты молишься с другими людьми. Твоя молитва очень сильно будет ободрять и назидать слушающих Тебя и лично Тебя. Потому что, когда я молилась, я говорю, Господь, выведи меня из этой ситуации, выведи меня из этой ситуации, выведи церковь из этой ситуации. И Дух Святой мне говорит, я хочу прервать Тебя, ты неправильно молишься, я научу Тебя сейчас как молиться. И Он начал вкладывать мое сердце, мой разум эти места Писания. Он говорит, молишься, помоги. А я хочу, чтобы ты молилась. Накрой для меня трапезу виду врагов моих. Умости свежим елеем голову мою. Чтобы я пребывала в доме Твоёй, в седми. Молись о том, как написано в Матфея, 10 глава, 9 глава, Молись о том, чтобы Господин жатвы высвободил наделателей на жатву свою. Когда это продолжалось больше, больше и больше. я увидела, что Бог живет совершенно в другом измерении. Но это не значит, что я этого не знала. Но через молитву, которую я разумела. Это ободрило меня. Это вывело меня совершенно в другой уровень. Драгоценные мои. Бог желает научить нас молиться в этом году. Он хочет, чтобы наша молитва она не была наполнена нытьем. Потому что Бог, которому мы служим, Он на троне. Бог, которому мы служим, Он живой. И Он царствует вовеки. Бог, которому мы служим, Он не глухой. Он слышит, но Он хочет, чтобы наш дух соединился с Его Духом. И нет другого пути. Чтобы это произошло, кроме молитвы, которые угодно Господу. И Слово Божие. И апостолы называли Слово Божие. Они говорили, что это самое вернейшее пророческое слово. Когда ты молишься Словом Божьим, ты не можешь молиться вне воли Божьей. Когда ты исповедуешь места Писания, которые Бог тебе дает, и даже если ты ничего не ощущаешь, эта молитва, она очень целенаправленная. Этой молитвы боится дьявол. Эта молитва разрушает твердыни в твоем разуме. Эта молитва разрушает неверие. Эта молитва, она исконяет депрессию. Эта молитва, она возводит тебя на новый уровень в духовном мире для того, чтобы ты мог совершать молитвы, которые разрушали дела дьявола и созидали Божье Царство. Драгоценные мои, я хочу, чтобы сегодня каждый из вас, это не то, что я хочу, это мое желание, чтобы внутри вас пришло это желание, чтобы вы захотели молиться Божьими молитвами, чтобы вы переучили себя уметь и унывать перед Богом в молитве. В молитве нужно верить. В молитве нужно верить. В среду, кажется, или в четверг, когда мы молились. Нет, это среда была, первый день. Пастер дал мне микрофон и говорит, первая молитва, ты будешь молиться о том, чтобы мы были как Иисус. И те из вас, кто были на молитве, вы могли наблюдать эту историю. Когда я начала молиться, я молилась от моей души. И я говорила, Господь, я хочу быть такой, как ты. И я хочу, я правда, по-настоящему хочу быть такой, как ты, Боже. Я хочу быть во всем такой, как ты. И это не просто, потому что мне сказали обожать молиться. Бог готовил мое сердце как сумму рема для этой молитвы. Но потом я почувствовал, как в моей молитве я уже вошла в другое измерение. И те из вас, кто были на молитве, вы могли заметить, как изменилась моя молитва. Почему? Потому что я сама за собой наблюдаю, как Бог меня взращивает. И я начала благодарить Бога. Это не был мой разум. Я услышала, как я говорю на своем родном языке. Благодарю тебя за благодать Господа Иисуса Христа, который дает мне способность быть такой, как Иисус. И я вдруг поняла, что это не был плод моего ума. Это не значит, что я этого не знала. Но когда я молилась, я просто просила и просила. А оказывается, уже эта благодать есть. Она есть в Иисусе. Она есть в Иисусе. Вы понимаете, о чем я говорю? Когда мы говорим, Иисус, научи меня молиться. Потому что я об этом уже молюсь долгое время. Девочки с моей ячейки знают. Что я говорила, что меня это беспокоит. Что мы не умеем молиться на своем языке. Я сказал, Господь, учи меня молиться. Учи меня молиться. И Бог начал учить меня молиться. И я увидела, что очень сейчас, даже в моей молитве, есть молитва моей просто души. Она помогает мне. Она помогает мне, чтобы я могла соединиться с Богом. Но она не делает разницу. Она не бьет дьявола в голову. Она не разрушает его план прямо в десятку. Коман, кто-нибудь понимает, о чем я говорю? Но когда я говорю Слово Божие, которое не как Логос приходит в мой разум, но которое оживлено Духом Божьим в моем сердце, я начинаю его говорить. Я чувствую, что это орудие прямо против дьявола. Прямо против его планов. Это подрезает его план в корне. И мне не нужно ему говорить, дьявол, уходи прочь. Мне не нужно с ним беседовать. Я говорю против него Словом. И это Слово приносит силу внутри меня. Оно приносит веру в мое сердце. И оно разрушает дела дьявола. О такой молитве Бог говорит. Бог желает, чтобы каждый из нас мы поднялись в духе в этом году. Драгоценные мои, уже настали времена. Я об этом пророчествовал много лет назад. Что Церковь Божья живет в сезоне любви. Но этот сезон он перейдет в другой сезон. Потому что книга Песни Песней это не только красивая книжка для семейных людей. Это пророческая книга. Мы знаем, что это влюбленная невеста. Она получала всю любовь своего возлюбленного. Но пришло время, когда возлюбленный не оставил. Просто она возлюбленного не видела. И она бросилась в поиск, чтобы искать его. И в этом поиске испыталась ее любовь. И Церковь Божья войдет в этот сезон. Мы еще не там, но мы скоро войдем в этот сезон. Когда испытается твоя любовь к Иисусу Христу. Когда испытается твоя вера. Когда испытается то, во что ты веришь. Когда испытается как ты умеешь молиться. И если вы когда-нибудь переживали силу тьмы, дай Бог вам никогда этого не переживать. Дай Бог вам никогда этого не переживать. Но мы как люди верующие. Мы иногда атакованы. Нет, мы не побеждены. Мы не побеждены силой тьмы. Но мы иногда атакованы. И тогда ты можешь ощутить, какая внутри тебя сила. Там просто не помогают слова. Дьявол, я против тебя. Это внутренняя сила, которая есть внутри тебя. Тот запас, которым ты запасся. Только это может высвободить в самых простых словах противостояния дьяволу. Иногда те же самые люди. Мы молимся за больных. И мы говорим те же самые слова. Но в одних людей они исцеляются, а в других них нет. Почему? Потому что не сила просто в произнесенных только словах. А что стоит за этими словами? И в молитве приходит эта сила, которая стоит за нашими словами. Когда ты молился о своем поколении, когда ты молился о своих детях, и ты стоишь в молитве, и ты говоришь, дьявол, отдай моих детей во имя Иисуса. Кто-то рядом может повторять эти же самые слова. И в их жизни ничего не происходит. Но в твоей жизни ты видишь, как он отпускает твоих детей, и как Бог берет их в свою руку. Потому что за твоими словами стоит цена молитвы. За твоими словами стоит авторитет твоей молитвы. И ты знаешь, что ты не говоришь пустоту. Ты говоришь прямо в таргет. Ты говоришь туда, куда нужно говорить. И Бог призывает нас к такому уровню. Церковь, время младенчества прошло. Время просто пить молочко прошло. Время пришло подняться в духе. Время пришло, чтобы пелена напала с большего народа. Пелена. Для того, чтобы мы знали время и сроки, в которые мы живем. И я хочу сказать, второе, что Бог сказал мне. И поверьте, мне сегодня много надо было молитвы. Я просил, чтобы пастор обо мне молился. Для пастор to pray for me потому что я знаю, что мы не любим, не только мы, вообще люди, когда им говорят о чем я сегодня говорю. When we are told what I'm about to say, we don't like it. But I don't have another choice, you see. God is not asking me. He's not asking me for my opinion of what I want to do. And the things that he commanded I must fulfill. And I don't even answer for the results. Second thing that he told me, I heard pastors say this on Wednesday and yesterday he told me the same thing. He said, tell my people my church that they would cast away the food that is given to idols. That they would stop worshiping idols. I said, Lord, what idols? We've been through so many encounters. We've said so much. We've said so much. And God says no. There is food that is dedicated to the idols and the houses. And when I started praying, I know that God will give you your personal revelation. But one of the things that he said to me as clear as day, he told me, do you know why my people can't worship? Do you know why my people can't praise me? Because they are bound by witchcraft spirits. And I said, Lord, what witchcraft? Because a lot of houses they watch or they look upon the idols. They look at movies that have idols in them. They go buy the movie tickets and they go watch the movies that have witchcraft in it or those mystical things. And by doing so, they are feeding. They are eating and they are bound therefore their mind cannot comprehend the things that I speak of. My dear ones, today I don't want to put anybody down. But personally, I know that people tell me how many people from our church watched movies where there was as clear as day there is a witchcraft and for us it's a normal thing. I encourage you today I encourage you I beg you while you still have time to re-paste. this kept your mind bound. God is telling me there are people that cry out to me. They say, Lord, I have lost the passion for you. I lost the dream in my heart. I lost the fire in my heart. Check what you've been eating. Check what you've been feeding yourself. If it was not the word of God, it was a kind of mystic and that was mystical things that every cartoon nowadays has. Every movie that has been released it is full of it. They have an occultic spirit behind it. And we turn these things on. We look at these things and then we think why is there no fire? God cannot mix His fire and the fire that is not from Him. Do you know why these things take place? Because the world they prepare through the movies for the people to be ready for the supernatural. That for the people it will be normal to see signs and wonders or something spiritual. that this is the source of the devil. And I'm encouraging every one of you. I'm encouraging every mom. I'm encouraging every grandma. Even if you paid money for this. Throw all that trash away out of your house. Check the books that the children read. Not the books that even we buy. Check the books that are given in the schools. that make them read this stuff. You will see. There is destruction. There is mystical things. There are the things that bind the child in their mind. And we must stand against it. I know it's unpopular what I'm saying right now. But I know this one thing. I want my house and I to serve the Lord. I want my children for their hands to be lifted up to God. I don't want them not to trust the Word of God. But what does the occultism spirit do? They place doubt in the Word of God. If inside you there is doubt in the vision of God, in the dream of God, in the Word of God, this is the fruit of the spirit. And without repentance there is no liberty. there is no liberty. There is no liberty. There is no liberty. In the inside of us, we are the people of God. If we are the people of God, if here on the earth, if we don't want to worship God, if we don't want to worship God, how can we possibly worship Him in heaven? How can we possibly go there? How can we possibly go there? If this is not bringing us here on the earth, and this is a spiritual war? And I want to tell you, there are things that we don't understand. Когда я стала молиться, чтобы Бог научил меня, как молиться, как приближаться к Нему, очень многие вещи Он стал мне показывать. Я поделюсь только одной. Может быть, это вам тоже поможет. В нашей культуре есть такой момент. Очень часто это в фильмах использовалось. Просто вот я замечал, особенно в русской культуре, очень часто это распространено. Когда люди говорят, они хотят кого-то почтить. Они говорят, низкий тебе поклон. Я правду говорю или нет? Часто, даже в каких-то придется, особенно когда я приезжала в Россию. Очень часто. Люди используют это. И вы знаете, как-то, когда я часто туда ездил, что я выросла на Украине, у нас немножко по-другому все было. И у нас никогда это не использовалось. Я стал видеть, что это часто делается. Даже когда приглашают пастыря, чтобы он вышел говорить. Пастырь, низких поклон. И однажды, когда я молилась, не так давно, Господь мне сказал, разве ты не читала, что написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи. Я, да, Господи, а кому я еще служу? И Бог начал мне показывать моменты, где эти вещи прилепились ко мне. И я иногда низкий поклон. И Бог терпел, терпел. Но когда я стала просить Его, чтобы Он говорил ко мне, Он сказал, покайся. И больше никогда этого не делай. Ни перед кем не преклоняйся. Никому не давай никакой поклон. Ты должна поклоняться только Господу Богу. Все эти вещи связывают твою душу. Они связывают твой разум. Без Господа. И без Святого Духа. Я бы даже не увидела, что я это делаю. Драгоценные. И некоторые из нас тоже это делают. И нам нужно за это покаяться. Это связывает нас. А Бог призвал нас к свободе. К свободе. К свободе. К свободе во имя Иисуса. Он призвал свою церковь, чтобы она была наполнена дарами. Она была наполнена знанием. Она была наполнена верой. Она была наполнена дерзновением. И сегодня мы ни в чем не нуждаемся. Если мы думаем, что мы еще нуждаемся, то мы не знаем, как нуждаются другие люди. Это еще не нужда. И если мы сегодня, имея все, мы не имеем радости в Иисусе Христе, мы не имеем победы в Нем, то как мы будем иметь радость в Нем, если в нашу жизнь придет какие-то проблемы. Драгоценные. Еще один такой момент. Когда я унывала, Бог мне говорит, ты знаешь, что я готовлю для тебя награду. Потому что все, которые идут за мной, они понесут унижения, упреки. И что я сказал в Моем Слове делать? Я сказал, радоваться! А ты плачешь! Ты в унынии! Ты в депрессии! Потому что ты не разумеешь Моего Слова! Сбрось себя! Это уныние! Это не моя одежда для тебя! Это одежда, которую предлагает тебе дьявол! У меня как глаза открылись! Я думаю, Господи! вместо того, чтобы радоваться перед тобой! Я плачу! Место того, чтобы мне торжествовать перед тобой! Я унываю! Почему? Потому что малоразумение! Драгоценные! Я сегодня не говорю для того, чтобы вы унижали меня в своем сердце! Я делюсь, что я позволяю Богу работать в моем сердце! Я не здесь, чтобы вам говорить, вы молитесь! Вы это делаете! Вы убираете идола жертвенными! То, что Бог сказал мне, я пропускаю через себя! Я отдаю, чтобы это слово меня обрезало! Я скажу, как я вижу эту церковь! Эту церковь Бог призвал! Чтобы эта церковь, она имела всегда внутри себя победоносный дух! Чтобы эта церковь никогда не была слепой! Чтобы эта церковь всегда была наполнена видением! Бог призвал эту церковь, чтобы в этой церкви действовали все дары Святого Духа! И он, я вижу, полотно полное его даром! И оно почти что прорвется! Но Бог удерживает это! Потому что Он не хочет соединять идольское со святым! Он хочет тебя очистить! Он хочет тебя приготовить, церковь моя! Для того, чтобы Бог высвободил на тебя дары! Чтобы мы не просто вопили Богу! Но чтобы мы как материал подымались утром! И не наши дети нам рассказывали проблемы! Но мы говорили, Сын, это не делай! Господь вразумил меня! Как? Через Его дары! Чтобы Бог вразумлял нас! Он хочет сделать нас сильными! Чтобы мы не молились, и молились, и молились, и не видели результаты! Чтобы дары Его действовали в нас! И поверьте, Бог уже готов это сделать для нас! Бог уже готов это сделать для нас! Потому что именно через это придет вторая волна для этой церкви! Через движение даров Божьих! Эта церковь вырастет через волну движения Божьего Духа! И Он хочет послать это не только на пасторе Виктора! Он хочет это послать на тебя! Он хочет послать на тебя! Он хочет послать на каждого из нас своими Иисуса! Драгоценные! Бог призывает нас подняться в Духе! Он призывает нас подняться! Он призывает нас позвать к Нему! Потому что настоящая молитва, угодная Богу, она приносит перемены. Она приносит перемены во имя Иисуса. Она приносит перемены в твоем сердце. Она приносит перемены в твоем разуме. Она настраивает тебя на волну Божью. Драгоценная, поэтому Бог хочет. И Он побуждает мое сердце, чтобы я подняла молитву. И я хочу призвать каждого из вас, сегодня после служения, Наташа Луцик, она будет записывать людей, и я хочу просить каждого из вас, чтобы вы уделили 15 минут своей молитвы, молитвы от церкви. И я сегодня поделюсь некоторые моменты. Это не все, о чем мы будем молиться, но как для начала. О чем мы будем дома в своих домах молиться от церкви? О чем Бог вложил в мое сердце? О чем мы должны молиться об этой церкви? Что иногда мы молимся не о тех вещах, которые в сердце Бога. И я хочу призвать каждого из вас. Мне стыдно вас просить, чтобы вы молились 10 минут. Мне стыдно просить вас молиться 5 минут. Потому что каждый из нас, мы должны молиться хотя бы час. Но из этого часа, я знаю, что это угодно Богу то, о чем я вас прошу. Чтобы вы уделили 15 минут вашей молитвенной жизни, где вы будете молиться от церкви. Почему? Потому что церковь — это я и ты. И если мы не будем молиться об этой церкви, мы не продвинемся никуда. Это не только ответственность на пастыре. Это ответственность на каждом из нас. Насколько мы хотим двигаться в том, куда Бог хочет, чтобы мы двигались. Каждый глава семьи, он может это понять. Что если вам открыто что-то, и вы хотите куда-то двигаться, вы хотите покупать дом, или вы хотите поменять работу, или вы хотите, чтобы ваша семья жила по-другому. Но если ваша жена, и ваши дети, они не поддерживают вас, вам очень трудно будет что-то изменить. Я правду говорю, точно так же. В церковь не могут прийти перемены. Если церковь, вся церковь этого не хочет, хотя бы должно быть какой-то частью, которые хотят перемен. Если этого нет, перемены не придут. Скорее всего, может произойти, что для того, чтобы Бог сделал эти перемены, ему нужно будет что-то изменить. Но он не может заставить нас силой меняться. Но когда мы молимся, Бог меняет наше сердце. И несколько моментов, которые Бог показал мне, не имея четвертая глава, это одно из пророческих слов, которые Бог дает для нас. 17 стих. Эту историю вы все хорошо знаете. описанную в этой главе, не только в этой главе, вообще в этой книге, что когда стена Ярусалима, она была разрушена, Бог коснулся сердца Неемии через молитву и пост. И он отдал всю свою жизнь, для того, чтобы, ну не то, что всю свою жизнь, отрезок своей жизни, для того, чтобы отстроить стену. И один из моментов, которые Бог дал мне в молитве, и он сказал, это то, что я хочу, чтобы эта церковь сделала, Мелхиседех. 17 стих. И Писание говорит здесь так. Строивши стену и носившие тяжести, которые налагали на них, одной рукой производили работу, а другой держали копья. Каждый из строящих припоясан был мечом под чреслом своим. И так они строили. То есть, что здесь показано для нас? Первое, о чем мы должны молиться от церкви и стать такую позицию в духе. Особенно я сейчас говорю ко всем лидерам домашних групп и лидерам любого служения. От ашерского служения до ТВ, что бы мы ни делали, это относится к каждому из нас. Когда стена была разрушена, им не только надо было отстраивать стену, но они также должны были воевать. Не было другой людей, которые одни воюют, а другие строят. Бог призвал нас как церковь, чтобы мы не только строили и спасали людей, чтобы мы также умели правильно молиться и воевать в духе. Потому что Твое служение и Твоя молитва это как два весла в Твоей лодке. Если ты только одним веслом гребешь, ты будешь ходить по кругу. Если вы когда-нибудь плыли на лодке, вы знаете, о чем я говорю. Ты просто будешь по кругу ходить, но когда ты двумя руками, в одной руке служение, которое Бог тебя призвал делать, в другой руке это молитва, копье. Ефесянам 6 глава, 10 стиха написано, чтобы мы оделись во всеоружие Божьего, чтобы мы могли противостоять в день злой. И потом дальше стих говорит, «Наша брань не против плоти и крови, но против духов злобы, которые восстают под небеси». Поэтому для того, чтобы Твое служение, что бы ты ни делал, даже для ашерского служения, это не значит, что это не надо для этого молиться. Даже в ашерском служении, служение кухни, что бы ты ни делал, нужно молиться и ходатайствовать. Почему? Потому что иногда дьявол дает людям ложные желания, когда они хотят что-то бросить, когда они хотят что-то оставить, когда у них нет желания ни к чему. Но Твоя молитва и Твое усердие в служении, оно будет продолжать двигать тебя вперед. И мы знаем, конец истории Неми, что стена была отстроена, стена была отстроена, и наша стена молитвы в церкви Мелхиседек будет отстроена во имя Иисуса. И мы не только будем молиться, но мы будем спасать людей. И мы не только будем спасать людей, но мы не будем никого терять. Потому что наша молитва, она будет консолидать людей. Наша молитва, она будет утверждать людей. Наша молитва, она будет прогонять тьму из жизни этих людей, которые Бог нам дал, из жизни наших детей во имя Иисуса Христа. Поэтому первый пункт, мы будем молиться, чтобы Церковь Божья, она научилась молиться, и она научилась спасать людей. Аминь. Следующий момент, который очень-очень важный, который Бог мне показал, Матфея 6 глава, кажется, с 12 или 11 стиха, чуть ниже, там написано, что когда Иисус молился, и ученики спрашивали Его, как молиться, и Бог дал мне вот эти два стиха, где написано, «Досвятится имя Твое, и да придет Царство Твое, и пусть воля Твоя, которая на небе, она придет сюда, на землю». Это то, что Бог хочет, о чем мы молились, чтобы Церковь Божья, чтобы я и ты выходили в святости, чтобы мы оставили всякий грех, чтобы Церковь Божья, Церковь Мелхиседия, она была наполнена святыми людьми, потому что как святится Божье имя, когда я и ты, мы живем святостью, когда я и ты, мы живем святой жизнью, и мы не можем жить жизнью святой без Иисуса Христа, без Его благодати, и без Его крови, и для этого мы должны иметь силу. Иногда ты будешь иметь страдания в своем теле. Какие страдания? Тебе выгодно соврать, чтобы выглядеть лучше. Тебе выгодней промолчать там, где нужно говорить. Почему? Потому что этим ты как-то покажешься в глазах людей не так. Но ты внутри себя понимаешь, что Бог призвал тебя и меня жить святой жизнью. И ты выбираешь быть униженным в глазах людей, но быть святым перед Богом, и этим святится имя Божье. Церковь вызывает нас, чтобы мы молились и в своей жизни достигали этого, быть святыми через кровь Иисуса и Его благодать. И потом Писание говорит, чтобы Царство Божье пришло. Мы должны молиться. Господь, пусть Царство Твое. Твое Царство, оно будет в нашей Церкви. Твое Царство в наших семьях. Твоя атмосфера. Твоя воля, которую ты имеешь о нас. Не наша воля, не наши амбиции. Твоя воля, которая есть у тебя, а этой Церкви. Пусть она придет на эту землю. Пусть она придет в мое сердце. Когда ты каждый день, ты будешь молиться этих вещах. Ты начнешь видеть, что твое сердце начнет склоняться к воле Божьей. Твое сердце начнет склоняться к Царству Божьему. Твое сердце начнет склоняться к молитве. Потому что ты молишься правильной молитвой. Аминь. Следующий момент, который Бог показал мне. Чтобы мы молили Господина Жатву. Чтобы Он высвободил Делателей на Жатву Свою. Нам нужно молиться о том, мы должны молиться о том, чтобы Сам Бог высвободил Делателей на Жатву Свою в этой церкви. Я хочу сказать, я признала это перед Богом уже несколько лет назад. Господь, что я не могу поднять Делателей для тебя. Потому что этот человек, чтобы что-то делать для Бога. Он должен услышать зов в своем сердце. Это не мы, как пасторы или лидеры, призываем людей в служение. Мы можем только молить, не должны. Мы должны молить Господи на Жатву, чтобы Он высвободил Делателей на Жатву Свою. Поэтому следующий пункт, о чем мы будем молиться, когда мы будем молиться о церкви, не просто Господи, благослови церковь. Господи, высвободи Твоих Делателей в этой церкви. Высвободи Твоих Делателей. Высвободи мужчин. Высвободи женщин. И Бог вложил в мое сердце, о чем я молюсь. Потому что это вам поможет. Я говорю, Господь, подими Самуилов. Подими Девор. Подими Девор. Которые будут идти за Тобой. Потому что этих людей подымал Ты. Их не кто-то другой подымал. И моя молитва, чтобы Бог поднял здесь Самуилов. Чтобы Бог поднял здесь Гедеонов. Чтобы наша молодежь была как Гедеоны. Которые не боялись этого мира. Но они пошли и завоевали во имя Иисуса. И вот о чем мы будем молиться. Мы будем молиться, чтобы Бог высвободил Делателей на Ниву Свою. Чтобы в этом году это были лидеры, не поднятые людьми. Это были лидеры, высвобоженные Господним Духом во имя Иисуса. Вот о чем тебе нужно молиться как лидеру ячейки. Не просто, Господи. Сколько же они будут трепать мои нервы. Я их зову на молитву, они никуда не идут. Я их вылавлю и подсекну под руки. Прославляй Бога. Они ничего не делают. Я нашла бы лучший путь. Лидеры, я нашла лучший путь. Я знаю, кому нужно говорить. Господину Жатвы. Бог, высвободи людей из моей ячейки на Жатву Твою. Аминь. Следующее. Мы должны молиться о росте церкви. О росте духовном. Который включает в себя Дух Откровения. Это очень-очень важно. Если у тебя нет Духа Откровения, ты в многих вещах живешь по плоти и по душе своей. И мы будем молиться, чтобы церковь, она выросла в Духе. Она выросла в Духе Откровения. Она выросла в познании Господа Иисуса Христа. Она выросла в желании поклоняться Господу. Также, чтобы церковь, она выросла в любви. Почему это очень важно? Потому что Слово Божье говорит. И потому узнают, что вы мои ученики. Если вы будете иметь любовь между собой, внутри нас должна быть любовь. Понимаете, если у нас нет любви, если мы когда видим, что с кем-то что-то случилось, и нам легче о них поболтать, у нас нет любви. Если ты видишь, что-то упал, если ты ходишь в любви, ты будешь молиться об этом человеке. Ты никому не будешь ничего говорить. Ты возьмешь пост и начнешь ходатайство об этом человеке. Ты пойдешь и начнешь говорить с этим человеком. Почему лучше? Ты мотивирован любовью. Потому что вы не мотивировали. И Бог хочет, чтобы мы выросли в любви во имя Иисуса. И следующее, в дарах. Чтобы мы выросли в дарах. И в этом тоже, я не против. Аминь. Тарас уже пророчествует. В дарах. Это очень-очень важно. Драгоценное. Нужно начать молиться. И сказать, Господь, какие у тебя дары есть для меня? Знаете, почему мы не молимся об этом? Потому что очень часто мы не хотим ответственности за эти дары. Потому что мы говорим, Бог, дай мне пророчествий дар. А потом, когда Бог скажет тебе пророчество. А тебе не нравится это пророчество. Ты не хочешь делиться этим. Ты не хочешь это. Или, Господь, дай мне дар исцеления. А потом мы не хотим за людей молиться за исцеление. А для чего Бог это давал? Или, Бог, дай мне дух откровения. И Бог дает тебе откровение слова. А ты не хочешь об этом говорить. Это очень важно. Чтобы мы захотели Божьих даров. Мы не можем Богу говорить, Бог, дай мне вот этот или вот этот дар. Просто Ему скажите, Господь, я часть Твоей церкви. И я хочу, чтобы на мою церковь, а я часть Твоей церкви, пришли Твои дары. Снаряди меня для служения. Снаряди меня тем даром, который мне нужен. Для того, чтобы я мог быть продуктивным. И следующий момент. Молитва о здании церкви. Которая мы будем приобретать. Драгоценная. Это процесс, который будет длиться в течение, может быть, двух-трех лет. Но я твердо верю моим сердцем. Что Бог хочет нам в этом показать Свою благость. Он хочет, чтобы здание, в которое мы войдем, мы не хвалили, что это дело все только рук наших. Чтобы это было здание, в котором мы знали, что без Бога и Его благости мы бы никогда его не приобрели. И чтобы это пришло, нам надо об этом молиться. Нам нужно сказать, Господь, направь нас. В каком районе мы должны быть? Господь, покажи нам место, которое Ты знаешь, что будет хорошим для нас. Господь, чтобы это было место, которое будет хорошо нам, которое будет хорошо нашим детям, которое будет хорошо нашей молодежи. Чтобы это было удобное локейшн. Чтобы в этом районе мы могли евангелизировать. Чтобы в этом районе мы могли влиять и служить. Это важно, об этом молиться. Если мы как церковь не будем об этом молиться. Если мы не отстроим эту стену в этой сфере, мы не увидим этой славы. Но я верю, что мы отстроим эту стену вместе во имя Иисуса Христа. И последнее, о чем я хочу сегодня призвать каждого из нас. Для того, чтобы мы молились каждый о том служении, в котором Бог поместил нас. А те из нас, которые еще не в каком служении. Чтобы в этом году вы нашли свое место. Вы нашли пробовать себя в каком-то служении. Драгоценная церковь. Церковь Божья. Она нуждается в том, чтобы каждый из нас. Мы стали активными в Его доме. И мы будем об этом молиться. Бог, сделай нашу церковь. В каждой сфере. Чтобы у нас не было 20% людей что-то делали. И они инвалы во всех проектах церкви. Чтобы каждый из нас, он стал действенным во имя Иисуса. Чтобы в ашерском служении было больше людей, чем им нужно для служения. Чтобы в группе прославления было больше людей, чем им нужно для служения. Чтобы у нас на кухне было больше людей, чем нам когда-нибудь нужно для всех емкаунтеров и для всех конференций. Чтобы у нас всегда было усердие что-то делать как Господа. Чтобы мы принесли плод во имя Иисуса. Чтобы мы открыли служение. В этом году, который вы служили нашему городу. Драгоценнее, не только внутри церкви. Но нашему городу. Нам нужно молиться об этом во имя Иисуса. И я призываю каждого лидера служения. Каждого из вас. Я молюсь, чтобы вы молились о своем служении. Молитесь о людях вашем служении поименно. Молитесь поименно. Прей name by name. Тех ашеров, которые Бог вам дал, благословляйте. Чтобы им даже мысль в голову не пришла никогда оставить это служение. Призывайте новых людей. Когда Бог дал вам какое-то служение. Имейте это дерзновение. Молиться. Вы имеете эту власть. Как лидер этого служения. Как лидер ячейки. Провозглашать Божье благословение. Божью милость. Божью благость. Жизнь этих людей. И то, о чем вы будете молиться. Вы увидите, как это произойдет. Это только первоначальные вещи. И поверьте, если вы пройдете по всех этих пунктах молитвы. Для вас 15 минут молитвы, это будет очень-очень легко. Потому что если мы будем просто говорить, Бог благословит церковь. Благослови церковь. Благослови церковь. Мы даже не будем... Когда он благословит, мы даже не будем знать, в чем он благословил. Но если мы молимся конкретно, и ответ придет во имя Иисуса, мы будем знать, что он пришел от Бога. Что дух откровения, дары, это от Бога. Движение Божие, это от Бога. Ревность, это от Бога. Здание, это от Бога. Мы будем знать, потому что мы об этом молимся. Драгоценные. Это так важно. Можем мы сейчас помолиться. Коротко помолиться, и потом мы призовем к прер-лайн. Давайте мы поднимемся. Драгоценные, я просто поощряю каждого из вас. Когда вы сегодня будете идти домой. Остановитесь у этого стола. И запишитесь, почему это важно. Потому что мы хотим видеть. Мы хотим видеть, сколько людей они согласны, чтобы отстраивать эту стену. Чтобы мы видели, в какое время. Вы выбираете для себя, что вы будете молиться за церковь. И когда вы начнете молиться за церковь, вы полюбите ее больше. Вы будете любить ее больше. Вы будете любить то, что здесь происходит. И таким путем мы защитим этот дом. От всяких демонических атак. Потому что Бог приготовил для тебя церковь. Накрыть для тебя изобильный стол. Он накрыт для тебя изобильный стол. Ввиду врагов наших. А у нас есть только один враг. Это дьявол. И когда ты кушаешь с Божьего стола, он знает, что ты ему не принадлежишь. Ты принадлежишь к Господу. Это он накрыл для тебя стол. Мы будем сейчас молиться. По этим пунктам. Давайте мы все вместе драгоценны. Буквально коротко, но мы помолимся этой молитвой. Дорогой Господь, мы принимаем решение сегодня во имя Иисуса Христа. Я просто призываю всех из вас молиться сейчас. Пожалуйста. Let's pray together. Господь, я благодарю Тебя, что сегодня мы, как церковь Твоя, мы приходим, Господь Иисус, в согласии. Мы приходим в подчинение Твоему Слову и Твоему откровению. Бог, и мы хотим, как неемия, отстроить стену, чтобы Твоя церковь, она всегда ходила в победе, она всегда ходила в благословении, она всегда достигала ту цель, которую Ты призвал ее. Господь, и сегодня я молюсь, чтобы наша церковь, чтобы церковь Твоя, церковь в Милхиседе, которую Ты поднял, Господь, она встала в ту позицию, в которую Ты призвал ее, чтобы мы стали, как Твои воины, чтобы каждый из нас, он был снарожен Твоим всеоружием, чтобы мы были одеты в Твои одежды, чтобы мы были покрыты Твоей кровью, мы были покрыты Твоей властью, и когда мы молились, мы знали, что это наша брань, она не против плоти и крови, это брань против духов злобы, и у нас есть сила, чтобы противостоять им во имя Иисуса Христа. Господь, мы выбираем молиться, мы выбираем воевать в Духе, мы выбираем во имя Иисуса Христа прокладывать путь, чтобы Ты мог, Господь, прийти, Ты мог прийти и спасать людей в этом доме. Отец, мы выбираем в одной руке держать копье, в одной руке держать копье, а в другой служение, а в другой кирпичи, которыми мы будем строить Твою стену, Господь, и мы молимся, чтобы Ты высвободил делателей Твоих. Я молюсь, чтобы Ты высвободил делателей Твоих, делателей Твоих. Высвободил людей, молитвы из этой церкви, высвободил людей, которые будут ходатайствовать, Высвободил людей, которые будут взывать к Тебе. В своих домах, Господь, в своих машинах, которые будут молиться в парках, которые будут молиться на своей работе, на всяком месте, где они будут хотатствовать от Твоей церкви. И я знаю, с неба Ты услышишь наш голос, и Ты дашь нас то, о чем мы просим, Господь. Мы молимся, чтобы церковь Твоя, чтобы церковь Твоя, она ходила в святости. Мы молимся, чтобы всякий грех, всякое идольское, Господь, оно было удалено от нас во имя Иисуса. Отец, я молюсь, я молюсь, чтобы всякие идолы, которые привлекали наше внимание, они были удалены из нашей жизни, чтобы мы разрушили всякое идольское. Во имя Иисуса Христа, и мы начали служить Тебе, Господь. Во имя Иисуса, Господь, я призываю Твою благодать. И я молюсь, чтобы царство Твое, оно было утверждено в нашей церкви, Отец, во имя Иисуса. Я молюсь, Господь, чтобы воля Твоя, которая на небе о нас, она была осуществлена здесь, на земле, во имя Иисуса. Отец, я молюсь, Господь, чтобы через молитву мы могли принести Твое присутствие, Твою волю, сюда, на землю, во имя Иисуса Христа. Отец Небесный, я молюсь, Господь, чтобы Ты в нас, Ты был в нас, Господь, чтобы Дух Откровения был на нас. Я молюсь, чтобы Дух Откровения, Он пришел на Твою церковь, чтобы Дух Откровения, Он пришел на меня, Он пришел на мой дом, Он пришел на наше служение. Во имя Иисуса Христа, Отец, я прощу Тебя, чтобы мы выросли в любви, чтобы мы выросли, Господь Иисус, в вере. Мы выросли в вере в Тебя, Господь, и в Твои обетования во имя Иисуса. Отец, мы молимся о новом здании для Твоей церкви. Господь, мы благодарны Тебе за это здание, но я молюсь, Господь, чтобы Ты послал для нас место, чтобы мы знали, Господь, что это место от Тебя. Я молюсь, чтобы, когда мы придем в тот район, мы были благословением для того района, чтобы мы были благословением там, где мы будем, Отец. Я молюсь, чтобы это было место, на котором есть земля, на котором место есть для развития, Отец. Во имя Иисуса Христа, чтобы там было хорошо нам, Отец, чтобы мы могли развиваться и расти. Во имя Иисуса, чтобы мы могли оказывать влияние. Отец, я молюсь, соедини нас с теми людьми. Пошли на провизжен для этого проекта. Во имя Иисуса Христа, драгоценный Господь, мы молимся о каждом служении церкви. Мы молимся, чтобы ты подымал, подымал каждое служение. Я молюсь, подыми каждого лидера, подыми каждого лидера, подыми новое служение, которое будет двигаться в церкви. Отец, я молюсь, подыми новых работников, подыми, Господь, через откровение свыше. Дай нам, Господь, влияние на этот город. Дай нам, Господь, Тулс, дай нам откровение свыше. Бог, чтобы мы могли спасать этот город, чтобы мы могли влиять на этот город. Во имя Иисуса Христа мы благословляем именем Твоим, Твою церковь. Я молюсь, подыми работников, подыми молитвенников, подыми делателей в этой церкви, подыми людей в молитве, Отец. Дай нам Дух откровения, сойди на нас Духом молитвы, Отец, во имя Иисуса Христа, чтобы мы были горячие в нашей молитве, чтобы наша молитва, она делала разницу во имя Иисуса, чтобы наша молитва, она производила действие во имя Иисуса. Отец, я благодарю Тебя, я благодарю Тебя, я благодарю Тебя, благодарю Тебя. Спасибо Тебе, Господь наш, мы благодарим Тебя, мы благодарим Тебя, наш старый Спаситель, Аллилуйя.